А про Эльмиру Мардьян экстрасенсы рассказали, кто из ее родных категорично заперечивал против участия Эльмиры в шоу. А вот для Свитланы Шептух и Ванфисы надзвичайно приемные новины. Эльмиры экстрасенсы пророкуют участнице безбидное та забезпеченное майбутнее. Подтримку человека – спильный семейный бизнес. Кухарьи приемно вражені почутыми новинами. Но час поспешать. До подачи страв у них осталось пять минут. Уси схвильовані. Чи сможут меня догадать своим незвичным и вебагливым гостям? Слушай, на, десье всем збоку положи. Вот тарелочка. А, єси. А, якось так не красиво, не плоди. Ну, как-то сделай красиво, сделай. А мы не выкладываем еще, ребят? Молодець, начинай презентацию, я тебя очень прошу. Ну, давай подготавливаем салаты, это пюре. Давай, уже заканчиваем, как есть, так есть. У Игоря, где рыба? Рыбу де положить? Владимир! Все-все-все, мы уже заканчиваем салаты. Быстрее, Владимир, быстрее, все ждут. Все выносим. Да, давайте, давайте быстрее. Все, вы берите в руки. Да, я в руки. Идем. Господа экстрасенсы, наши участники очень старались удивить вас обедом. И хотя вы уже все знаете о них, пожалуйста, голосуйте за блюдо, а не за человека. Приятного аппетита. Есте на здоровье. Здравствуйте, это рыбочка. Кому еще рыбку не дали? Тут все наешьте? Ну, в общем, рыбка и мясо – это с красной командой. Пускай от синей команды. Салат с перепелкой. Все, синий нашу жизнь. Хорошо, это пюре из сельдерей и кролик. Кушайте, пробуйте на здоровье. Приятного аппетита. Сейчас будет десерт лимонный такой. Экстрасенсы не поспешают с оценками. Аби сделать остаточные выяснения, они должны скуштовать стравы каждой команды и выбрать найкращую. Считается, синей команды удалось догадить своим салатом с перепелиць вибагливому смаку экстрасенсы. А вот команда Эльмиры неправильно визначила свою цельевую аудиторию. Жабьячи лапки не сподобались гостям. Вкусно вам было или нет? Да. Да? Мясо было вкусное, потом, значит, рыбка была еще вкусная. Мне там вот две рыбки, декаты, кашки хотела узнать. С рыбой, кашка такая, на пшоную. Типа пшоную, да. А, подождите, подождите. Это мы говорим о кускусе и не с рыбой, а с лимучачьими лапками. Вот что-то догадывать было. Боже. Жабок, жалок. А фактически коллеги, как-то кушать их было. Но я не ела, нет. Мне красной удалась рыба. Вот, немножко подгорел десерт, или мне так сегодня попалось. Моя душа склонна к красным. Понравилась рыба, замечательно сделана. Что касается синих, переборщили с лимонным этим кремом. Его было много, он был жидкий. Немножко пересушили, передержали кроликов. А команда красных, действительно, очень интересные люди, очень хоризматичные люди. Они настолько замкнулись в себе, что не шли на контакт. И недавно их, особенно рыба, показалась несколько пресной и обыкновенной для данного случая. Поэтому я выбираю к вам дуку. Ну что ж, господа экстрасенсы, начинаем голосование. Прошу вас, сделайте ваши выборы. Мы голосуем этими тыквами, символами очищения от злого. Першую голосовать идет Жанна Шолакова. Убили лягушачьи лапки. Но, тем не менее, мясо, рыба, супер. Убили всем лягушачьи лапки. Почувствовала, что возле рыбы лежало что-то такое, на которое я не могла вообще, ну, как бы, посмотреть. Это были лягушачьи лапки. И я их не кушала, все остальное я сделала. А тебе не знала, что это? Так что спасибо вам большое. Синя команда стривожена. Невже невдала страва с кролика не залишать им шансов на перемогу? Черга голосувати ясновидцю Олександру Менженко. Я за синих. И им, конечно, это отдам удачи. Слідом за Олександром свій вибір робить Рената Сики. И симпатии финалистки шостої битвы экстрасенсов теж на боці синєї команди. Рахунок сравнивается, но не надовго. Вибір наступних учасників майже не залишает шансов червоним. Переможець третьей битвы экстрасенсов Сергей Колісниченко Та людина-феномен Нікола Скін також віддають перевагу синій команді. Каял Олегперов, який голосує наступним, досі не визначився, кому віддати перевагу. Я обеим командам желаю удачи, но трудно выбрати. Я выбрал синюю команду. Ще один голос, і рахунок знову рівний. Переможниця четвертої дитячої битви экстрасенсів Дарина Суха обирає червону команду. Обидві команди затамували подаль. Лишилося проголосувати тільки двом гостям. І саме від їхнього вибору залежить, на чиєму боці буде перемога. Черга за Віктором Олександровським. Я би хотів віддати цю теклу в команді красних, тому що у них в блюдах практично не було якихось недочотів. І прекрасний десерт був, і прекрасна була риба, і прекрасне було м'ясо. Залишилося проголосувати лише Ярославі Федорові. Я повернулася тихенько, я говорю, ми победим, Ігор. А він говорить, може буде в ніччях, в семі, і там щас буде в семі ніччя. А я так внутрі думаю, я йому сказав, а потім був, я говорю, нет, ми победим. Я вообще рыбу не їм ніколи, але я перший раз за дуже багато років їла рыбу, мені було вкусно, я її съєла практично всю. Отдаю предпочтение, все-таки, классно. Її вибір остаточно руйнує надії синєї команди. Не потрібен підрахунок голосів, аби зрозуміти, перемога на боці червоних. З преимуществом в два балла, в дві тикви, побіждає команда Краснер. Зараз час подякувати магам та почути від них подробиці неймовірних пророцтв. І не лише учасникам, але й суддям. Дивіться далі. Содержиме цих коробок поставить перед вами складний кулінарний питання. Який дивовижний сюрприз чекає на учасників «Мастер-шеф»? Такий набор якогось непонятного фигу. Кулінарний інстинкт. Як приготувати страву з продуктів, які бачиш вперше у житті? Небезпечна дегустація. Чия страва найбільше вразить прискіпливе журі? Уже тут модне у вас вираження а-ля. Так от це а-ля десерт. Чизнайтеся одразу після випуску новин. Ви любите готувати всією родиною? Тоді приходьте на кастинг нового шоу «Кулінарна династія» та отримайте шанс здобути приз у 100 тисяч гривень. Я чекаю саме на вас.